Всем здравствуйте! С вами Алена Романова, и это «Ночные диалоги». Сегодня я хочу с вами поговорить, продолжить говорить о Джеймсе Холлисе, его книге «Обретение смысла во второй половине жизни». Сегодня поговорим о любви, о близости, о возрасте бутерброда и почему так важно набираться смелости и идти исполнять программу души уже в зрелом возрасте. Холлис говорит, что любить — это значит на собственном опыте узнать, что ты никогда не сможешь упредить всех болей, оградить любимого от всех болей, точно так же, как и этот человек, партнёр, с которым у тебя близость, не сможет тебя оградить от всех жизненных невзгод, которые встретятся на твоём пути. Но это не значит, что в этом нет любви. И просто каждый проходит свой путь, индивидуацию, вот эту самостоятельно. Ещё также Холлис говорит, что вот эта близость, к которой мы так стремимся, она нужна нам не так, как это сам по себе человек, как тот факт, что нам нужно понять самих себя. А что же мы есть сами такое? И порой нам в этом моменте открывается даже больше, чем мы могли себе представить. Что же требует вот эта та самая близость и вот эти вот отношения? И Холлис говорит, что вот эта вот близость, она требует огромной меры сострадания. И потому что если ты не будешь сострадать ближнему своему, то вот не получится этой близости на уровне вот этой душевности. Зрелые отношения также ещё требуют жертвенности, жертвенности. И в чём вот эта вот жертвенность? Вот подлинная жертвенность по Холлису заключается в трёх моментах. Первое — это, конечно, понимание. Второе — это согласие. Потому что если люди не умеют договариваться, если у них нет согласия, то, как говорится, на латвых дело не пойдёт, как говорится в той басне Крылова. И третье — это, конечно, способствовать взаимному развитию и росту. Вот. Ну и самое главное — понимать, что каждый диалект течен, да, противоположный пол — это нечто, что-то другое. И вот не бояться вот этих противоречий, которые возникают в взаимоотношениях. И, конечно, быть тот, кто ищет близости этой, быть открытым к этой инаковости. Холлис говорит, что мы не должны взваливать груз своей непрожитой жизни ни на кого, ни на своих детей, ни на своих родителей, ни на своего партнёра. А нам нужно брать ответственность за вот это вот самое предназначение, своё собственное. Возраст бутерброда. Возраст бутерброда, вот он как раз и называет вот этот средний, возраст средних лет, когда человек ещё заботится о своих детях, подрастающих уже подростках, и ему нужно заботиться о своих уже стареющих родителях, потому что он находится между вот этими двумя слоями — верхним и нижним. И вот здесь начинает очень много происходить неурядиц в семьях, потому что многие родители как раз не набрались той самой смелости, чтобы пойти исполнять программу своей души во второй половине жизни. И они просто их силы угасали. И, как правило, они могут очень много проецировать на своих детей, своё недовольство, вот это вот бесконечные упрёки и так далее. И Холлис говорит, что затянувшееся пренебрежение своими психологическими нуждами даст о себе знать в другом месте, например, как физическая болезнь, депрессия или, что бывает чаще, вечное недовольство, которое представляет собой нечто иное, как сброс вытесненного гнева. Удержать равновесие между потребностью к личной свободе, личностному росту и потребностями других людей на поверку оказывается задачей трудной. Ну почему трудной? Потому что ныть и будет продолжать ныть. Эгоист будет продолжать жить эгоистично. А тот, кто постоянно обвинял других, он останется брюзгой. И тот, кто не захотел взрослеть, принимать вот эту ответственность за свой выбор, полноту вот этой всей ответственности, за собственное вот это вот эмоциональное благополучие, то он переложит это всё на своих детей, будет постоянно им недоволен и постепенно более того, что он будет перекладывать вот это психоэмоциональное состояние, то его силы тоже будут угасать, потому что происходит вот это всё время внутреннее колесо гнева, оно крутится и своего рода очень похоже на колесо трактора, который застрял просто в какой-то непроходимой местности, и он не может выехать. Вот он толкается, толкается, очень много энергии затрачивает, затрачивает, но на поверхность не выходит и не едет никуда, застрял. То же самое и происходит с внутренним вот этим гневом, который человек постоянно внутри себя крутит, 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 гневается, а потом происходят вот эти выбросы, и вот эти выбросы вот этого пара гнева разрываются, и начинается депрессия, физическое недомогание и различные заболевания. Ещё Холис говорит, что очень многое управляется у нас виной. И часто родители начинают обвинять своих детей, прибегают от этого и пользуются такими инструментами, как в раннем возрасте, так уже и по взрослейшему. И если углубиться, говорит, в этот вопрос, то выяснится, что вот это вот чувство вины, которое вынуждает к уступчивости, к угодливому поведению, это на самом деле как вот подавление тревоги. Вот поэтому не стоит просто догождать, не стоит просто постоянно уступать, потому что вот эта беспостоянная тревога, она будет нарастать. И вот каждый должен взять просто смелость за ответственную, смелость и ответственность за свою жизнь для того, чтобы выполнить программу души во второй половине жизни. Поскольку книга Холлеса именно так и звучит, обретение смыслов во второй половине жизни, поэтому мы и говорим об этом. И Холлес говорит, что вот эти вот взаимоотношения между супругами для чего они нужны? Они обязательно должны поддерживать рост и развитие каждого, как совместный рост, так и индивидуацию, вот этот рост каждого, каждого члена семьи, как родителей, так и детей. И если вот в такой семье будет поддержка и вот эта забота, и если вот в этом всём будут окружены дети, родители, будут детей поддерживать, дети, родители, тогда вот это и будет, что называется, настоящая любовь, а не жить ради принуждения, а не жить просто жить как-нибудь, если тебя принуждают угождать и угодливо терпеть все капризы и неблагополучное поведение родителей там или ещё кого-то. Поэтому старайтесь, чтобы всё исходило от любви, чтобы не было вот этого принуждения, такого чрезмерного наказания, чрезмерной вины. И вот это всё, что связано с вот этим через. Берегите свои семьи, создавайте поддерживающую атмосферу, это очень помогает расти абсолютно каждому. Даже если у вас сейчас нет цели, неважно в каком возрасте вы находитесь, но начните кого-нибудь поддерживать, своего внука, свою супругу, свою маму, неважно, свою тётю, сестру, какого-то другого человека, очень вам близкого, знакомого, понятного, либо вам нравится та цель и смысл, который он транслирует. И вы увидите, как в скором времени и у вас образуется, начертится просто хотя бы пунктиром сначала ваша цель. Ставьте свои цели, подумайте, что вы хотите за этот год свершить, начиная уже с осени и до следующей осени. Поэтому я вам желаю обязательно обрести пунктирную линию своих смыслов, новых смыслов. До свидания. С вами была Алена Романова. Ещё услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова